готова благословите владыка отцы честные братья можно очень можно тема сегодняшнего сегодня тема преподобный афанасий великий афонский вот какие прискорбные слова сказал своему ученику и келенику инокентию преподобный пафнутий боровский пред своей кончины в 1477 году ты не даешь мне ни одного часа от мира всего отдохнуть или не знаешь что я 60 лет угождал миру и мирским людям нельзям и боярам и встречал их и беседах проводить с ними проводил и вслед за ними ходил сам не знаю ради чего теперь же узнал что не было от этого не никакой пользы но скорее соблазн для души во всем господь по обычному своему милосердию не хотя предать нераскаянного грешника смерти дает мне грешным 6 дней для покаяния зато ты не даешь покоя не на один час приводя ко мне мирян о том насколько вредно для монаха общение с миром за тысячу лет до этого писал преподобным нил синайский беседы с людьми мирскими отлучают помысл от бога эту истину на собственном опыте познал и великий подвижник основатель великой лавры на афоне преподобный фанасий о котором и будет у нас сегодня краткое слово афанасий афонский высотом крещения авраами был сыном благородных родителей родился он в городе трапезунде в девятьсот двадцать пятом или в девятьсот тридцатом году рано ассиротев воспитывался у одной доброй и благочестивой монахини авраами во всем подражал свою премиемной матери в навыках иноческой жизни в посте и молитве учение он постигал легко и вскоре обогнал в науке своих сверстников после смерти приемной матери авраами был взят в константинополь ко двору тогдашнего византийского императора романа старшего и определен учеником к знаменитому риттеру афанасию авраами вел жизнь строгую и воздержанный спал мало это сидя на стуле а пищи ему служили ячменный хлеб и вода в скором времени ученик достиг совершенства учителя и ради своей добродетельной жизни был назначен императором учителем в государственном училище на одинаковых правах с бывшим наставником его афанасием когда же риттер афанасий стал завидовать своему ученику блаженный авраами оставив столицу и удалился в находящийся близ афона кеменский монастырь еще живя в константинополе авраами познакомился с военачальником востока никифором будущим императором и эта дружба впоследствии принесла преподобному новых хлопот преподобный михаил игумен кеменской обители пострел к юного авраамия с именем афанасий и видя его горячую ревность подвигом послушание и молитвы разрешил ему жить уединенно рядом с монастырем однажды преподобному михаилу пришли военачальник никифор и брать его патрици лев и услышав о добродетельной жизни афанасия пожелали его увидеть а увидев его они так усладились его речами что выразили желание навсегда остаться с ним если бы только им было возможно освободиться от своих должностей и мирских забот никифор и лев весьма полубили блаженного афанасия и уединившись с ним никифор открыл ему свое намерение говоря очень я желаю устраниться от мирской бури и избегнувший житейских забот служить богу в иноческом безмолвии это желание и намерение окрепли у меня главным образом под влиянием твоих богодухновенных речей я питаю надежду с помощью твоих святых молитв получить желаемое господин на блога возложи твою надежду и он устроит относительно тебя как желаешь ответил афанасий афанасий преподобный михаил имел намерение поставить афанасия после себя игуменом ибо сам он уже состарился и приближался к кончине узнавший об этом афанасий скрылся от него и поселился на афоне в одном из небольших братств но и здесь афанасий не мог оставаться долго скрываясь от никифора он поступил к некоему отшельнику блаженный скрыл свое происхождение и назвался назвался корабельщиком по имени варнава и и мало того чтобы скрыть свою ученость и не быть узнанным мнимый варнава просил старца научить его грамоте в это время знаменитый вы восточный военачальник никифор узнавший что афанасий убежал из кеменского монастыря был весьма опечален в поисках афанасия он обратился на проту святой горы и когда по случаю большого праздника иноки и и собрались вместе на богослужение рот приказал варнаве прочесть поучения в церкви для братьев варнава отказывался утверждая что он не следующий и неграмотный старик же его замечая это улыбнулся и тихо засмеявшись сказал приказывавшему а вот оставь брат неумелый и настоящее время он учится лишь соединять буквы и слоги первого псалма но прон настаивал на своем приказывая читать под угрозой тогда блаженный афанасий замечая что не может далее скрываться тому же и вынуждаемый угрозой повиновался власти устанавливаем богом и стал читать как умел обнаруживая звучный голос и необычайную выразительность так что все слушавшие удивлялись удивился а вместе ужаснулся и старец замечая и слыша то чего он не ожидал и стыдился за свое учительство но вместе с тем и радовался воздавая я со слезами благодарность богу за той что сподобился быть учителем столь учительный многому же быв узнал афанасия умоляли афанасий умолял не выдавать его и оставить тишине и безмолвии но все же спустя время брат никифора военачальник лев нашел афанасия замечая сильную любовь военачальнику к афанасию иноки просили последнего чтобы он попросил льва устроить для иноков в корейской лавре новую обширную церковь так как старая была мала и не могла вместить все братья афанасий сообщил об этом военачальнику хрестолюбивый воевода немедленно с радостью дал и множество серебра и золото на постройку церкви блаженный афанасий любя безмолвия отовсюду избегая человеческой славы удалился из места своего поселения и обходил внутренние места горней пустыни наставляемым богом он пришел на самый край афона в местность прозвавшуюся милана имевшую обширнейшую пустынь и далеко отстоявший от от остальных жилищ постников устроивший на одном холме шалаш афанасий начал здесь подвязаться скремясь к высшим подвигам первоначально коварный враг дьявол желал изгнать преподобного дело и делал новое место поселение для него ненавистным возбуждая в нем настойчивым и с трудом побороему мысли удалиться но добрый подвижник побежал побеждал свои сомнения таким ли не потерплю здесь весь этот год а по окончании года поступлю так как богу стоит когда же прошло означенное время то последний день года подвижник с особенной силой овладели помыслы влекущий его оттуда так что он сам себе сказал утром уйду и возвращусь корейскую лавру затем он стал на молитву совершая пение третьего часа и внезапно появился свет небесный облистал его и облако помышлений тотчас рассеялась место же то он настолько возлюбил насколько раньше оно было ненавистно для него и жил в нем он прославляя бога в это время военачальник нехтифор был отправлен императором с войском на остров крит которым завладели мусульмане не надеясь на силу войска но ища молитвенной помощи у святых отцов никифор на на фон написал ко всему собору афонских отцов просьбу о молитве их богу чтобы подана была им свыше помощь против мусульман он просил еще прислать нему афанасия прочитавший письмо афонские отцы совершили неленностные молитвы о нем и оттаскавший афанасия приказали ему идти к военачальнику при встрече с афанасием никифор вспоминал о своей свое давнишнее обещание отречься от мира и сделаться иноком и умолял преподобного первоначально устроить в той пустыне в которой он сам проживает келье для молитвенник молчальников никифор давал афанасию серебра и золото на устройство этих келей но афанасий любя беспечальную и безмолвную жизнь отказался от клопот о келях не принял серебра и золото и так афанасий возвратился на фон а а военачальник отправился на войну и по молитвам святых отцов победил мусульман и снова присоединил крит греции вскоре затем военачальник никифор отправил на афон к преподобному средства на устроение келье блажен афанасий увидевший теплую любовь к богу никифора и его доброе намерение и сознавший что это дело божие произволение принял золото и начал заботиться о стройке он прежде всего поставил келье для безмолвия никифору устроил храм во имя святого и она притечи а потом у подножия горы воздвиг прекраснейшую церковь во имя пресвятой девы богородицы мудро устроивший и все прочее необходимые для обители здания затем он собрал множество братьев дав ей в руководство строго общежительный устав составлены по образу древнейших палестинских обители так лавра афанасия на фоне было первым монастырем с общежительным уставом в один год настал такой голод что все монахи разошлись из лавры так что остался в ней только преподобный афанасий да и он решил уйти в другое место утром он со своим жезлом направился в корею но на пути его встретила благообразная жена которая укорила афанасия в том что он покинул свою обитель где твоя вера вернись я помогу тебе что будет с избытком даровано только не оставляй своего уединения которое прославится и займет первое место среди возникших здесь обители святой афанасий усомнился не наваждение ли это ведь на афон не должна ступать женской нога тогда незнакомка сказала видишь этот камень ударь в него твоим жезлом и тогда узнаешь кто с тобой говорит только знай что с этой поры я навсегда остались домостроительницы экономисой по и лавры афанасий ударил в камень и в нем образовалась трещина из которой забил ключ с тех пор струится этот ключ на расстояние двух часов входа от лавры вернувшись преподобный обнаружил сосуды и кладовые наполнены всем необходимым для пропитания братьям а по воле царицы небесной в лавре не бывает эконома а только под эконом тем временем умер император роман его я начальник никифор был поставлен царем в греции за неоднократные победы над мусульманами афанасий весьма опечалился потому что ввиду его обещание быть иноком он принял на себя заботы об обители и скорбя о неисполнении никифором обета решил оставить все и бежать преподобный отправил императору письмо о его обещаниях богу и укорял за суетные изменения прекраснейшего намерения и сообщал о своей скорби именно что из-за него он возложил на себя столько забот в конце письма он приписал следующее я не повинен пред христом господом в твоем обмане оставляю тебе новособранное божие стадо его ты вручи кому желаешь я своей стороны думаю что быть начальником достоин ефимий сам же афанасий удалился на кипр где стал жить в безмолвии для бога приобретает себе пищу трудами рук своих именно переписывая как и раньше книги император немедленно разослал во все страны своих владений приказ о розыске преподобного афанасия это повеление императора достигла и острова кипра и было близко к своему исполнению но преподобный прознавший о том немедленно удалился на морской берег и вспомнившись здесь оба и встретившись здесь по божественному устроению корабль сел в него при помощи попутного ветра скоро пристал другому берегу преподобный старец не одумевал какую сторону ему обратиться с наступлением ночи преподобный стал на молитву и спрашивая у бога совета и наставления и вот ему было божественное откровение и повеление чтобы он возвратился на афон в свою обитель потому что его трудами она имеет быть приведена к окончательному внешнему устроили и внутреннему завершению причем многие через его наставления спасутся получивший от бога такое откровение преподобный немедленно пустился в путь с течением времени явилась не по необходимость преподобному отцу самолично отправиться к императору с хлопотами по делам монастыря император радовался и вместе с тем стыдился я знаю очень говорил император что я виновник всех твоих трудов и скорбей издрев страх божий и не исполнив моего обещания но умоляю тебя потерпи на мне ожидая моего покаяния когда бог дарует мне возможность воздать ему мои обещания между тем преподобный увещал его быть боголюбивым благочестивым не гордым милосердным щедроподательным и напоминая будущее воздаяние в жизни вечной получал во всем хорошими делами прилич получал его всем хорошим делам приличствующим императору христианину во время как преподобный усердно подвязался и руководил на пути спасения множеством братья на него остался всей своей силы ненавистник добра дьявол и вооружился на войну против храбрых христов воина враг возбудил старых простецов и иноков проживавших по прочим святогорским монастырям и проводивших жизнь отшельническую он ушал им следующие неодобрительные мысли о действиях преподобного зачем афанасий причиняет насилия и разоряет древние законы он воздвигнул многоценные здания устроил новый пристань выкопал новые водоемы накупил валов засеял поля развел виноградники словом сделал гору мирским поселком посоветовавшись между собой эти старцы отправились константинополь к императору иоанну преемнику умершего никифора наговаривая на афанасия они упрашивали императора прогнать его с афонской горы император через посланного призвал себе афанасия увидав его и уразумев пребывающий на нем благодать божию император вместо того чтобы размягиваться на подвижника и почувствовал к нему расположение он весьма полюбил богу духновенного отца оказал ему почет и осыпал царскими благодеяниями ну пора уже сказать нам и обложенной кончине цвета ага в день своего отхода он точно совершал праздник и был светлый лицом как ангел божий взял с собой шестерых братьев он отправился с ними на работу когда они были уже уже на удание на кровле строящийся церкви то под не по неведомым судьбам божьим провели провалился вверх последнего и всех уронил вниз засыпал землей и камнями пятеро немедленно предали богу свои души а отец и с ним один строитель по имени даниил остались живыми остались живыми между камень и все тогда слышали голос преподобного отца возбуждать взывавшего в течение трех часов или даже больше господи иисусе христе помоги мне слава тебе боже сбежавшиеся братья с рыданием разрывали камень и землю какими случилось орудиями а то руками и ногами они откопали отца уже скончавшимся о господи не не поврежден нога телом только лишь правая нога его была поранена около него откопали живым строителя даниила всего разбитого и вынесли их оттуда такова была кончина преподобного отца нашего афанасия которая быть может кому-то покажется бесчестным ибо он скончался не на одре болезни но честно пред господем смерть преподобных его и для угодника божия его кончина о которой ему было заранее открыто явилась виновницу мученического венца простите мне если я выскажу свое дерзкое предположение но мне кажется преподобный афанасий скончался такую именную смертью потому что монастырское строительство он предпринял хотя и по благому но все же неисполненному желаем воевода никифора посвятить себя богу и блажение афанасий всегда стремившийся к безмолвию пострадал от того что отвлекало его от бога то есть от монастырской стройки необходимо добавить что впоследствии лавра которая была названа изначально преподобным в честь благовещения престой богородицы по ее же повеление было переименовано в честь основателя монастыря преподобного афанасия господи молитвами отца нашего преподобного афанасия афонского помилуй и спаси нас аминь благословить его спасибо господи отец протоник вспомнили житие преподобного афанасия афонского но надо сказать в то время уже святая русь была крещена и на рубеже веков тысячелетий получается и вскоре после его жизни начинается уже цветы русского монархства лавра преподобного стал средоточием такой усталной общежительной жизни потому что до этой лавры так называемые идиометрические монастыри и обители были то есть указала все свое строгое общежитие было введено преподобным афанаси афонским конечно дало это очень большие плоды братство было благоустроено не только внешних много хороших построек было красивых а самое главное устав располагал святости и многие архиереи не то что даже знаете архимандриты других обители афонских и вообще греческих приходили под начало афанасия афонского но даже ноги архиереи даже патриархи конце жизни когда уже отходили отдел патриарх приходили славы подвязаться под его началом настолько высоко духовный был сей муж можно еще указать на его удивительное незлобе а вот что одному иноку было видение идет дьявол и с ним тысячи бесов 100 бесов дьявол послал по разным монастырям афона а сам и с собой взял 900 бесов пошел чтобы поевать с афанасием преподобным вот и тогда вот то что мы рассказали случай через старцев дьявол восставал на афанасия они как бы ну как бы проявляли заботу о сохранении древних уставов ротали на 100 афанасием ничего в этом не преуспели потом через некоторых иноков и знаете в духовной жизни бывают такие необъяснимые с точки зрения психологии такие факты действия один из учеников преподобного афанасием настолько возненавидел своего старца что пожелал его убить заточил нож спятал под плащ ночью когда все отдыхали афанасием молился тот к нему келью постучался чтобы убить но когда на его молитву ответил афанаси вышел и тогда слышу такой отеческий голос вот этот инок пал как расслабленный выпало орудие взял рук он признался что хотел убить и попросил прощения но преподобный простил тут же его говорит убери эту вещь и никого не говори об этом затем еще один или даже представляете обращаться к дьяволу за помощью чтобы извести афанас то есть волхованиями занимался научился чтобы принести смертельные такие духовные раны преподобному ну так как тот молился то ничего это не подействовало и потом когда уже это второй инок узнал о том что преподобный афанаси простил первое на то когда об этом стало известно то это плохой еще тоже подошел попросил прощения и получил его то есть мы знаем что преподобный сергей радужский такая высота была духовной жизни у него и он сам даже основал монастырь сергию лавру свою вот всех собрал он был казалось бы непререкаемым авторитетом для всех все видели его чудное житие тем не менее братья изгоняли помните он уходил от них потому что не строение были и даже есть такое еще святой но примерно современник преподобно фанаси афонского это симеон новый богослов он свое время был там же в греции один из монстре возглавлял он такой был святой над ним многие видели лучи света и его братья так возненавидели часть братьев потому проповедовал после тургии они бросились на него в храме хотели его стащить сам вона вот но кротко на них посмотрел улыбнулся и так божья благодать на них подействовала что они не смогли ничего ему сделать развернулись выбежали выломали дверью монастырь побежали патриарху с жалобами но патриарх тоже их не принял говорит что идите простите у него прощения то есть я говорю о том что бывает необыкновенная злоба у людей своим наставником я помню как митрополит наш говорил сначала ученик смотрит на старте как на ангела потом как на дьявола такое бывает возвращение мысли у людей которые слабо плохо молятся принимают полностью доводится до такого противостояния поэтому когда у нас бывает что-то негодование на особенно участвующих надо понимать что это может дьявол действует и поддаваться этому не стоит открывать свои помосы бутоннику исповедоваться и жить во смирении ну благодарим отца стратоника за интересный рассказ дорогие отцы брат сестры матушки была доброй ночи благословите